Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Ижан Коломбаева. Сурдоперевод Светланы Слесарской. Коротко о главном. Новая жизнь. В регионе завершили работу по строительству жилья для пострадавших от паводка. Ключи от новых домов вручили жителям села Колхамос Джангельдинского района. День Конституции. В области проходят праздничные мероприятия и торжественные собрания, посвященные одному из главных праздников страны. Благодарность за доброту, любовь и заботу о детях. В Костанае подвели итоги областного конкурса Мири Лео-Дбаса. 2 сентября глава государства Хасым Жомар Токая выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажелиса, руководители центральных государственных органов, члены национального Курултая, комиссии по правам человека, национальной комиссии по делам женщины, семейной демографической политики, а также представители общественности и трудовых коллективов. Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период. Глава региона Кумар Аксакалов накануне в ходе рабочего визита побывал в Камыстинском районе. Здесь Акимобласти осмотрел ряд объектов и встретился с местными жителями. В этом году бюджет района составил 5,9 млрд тенге. Это на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Какие задачи поставлены перед районом, узнаем в следующем материале. С начала года в Камыстинском районе реализуется ряд проектов, основная цель которых – повышение качества жизни сельчан. Среди действующих программ – обновление жилищного фонда. Бывшие административные здания здесь преобразуют в 26 квартир. Тем временем в селе Арха продолжается строительство Дома культуры на 120 мест. Финальная стадия получается. Ну, успеваете до декабря не создать? Конечно, конечно. Сейчас деньги стали получать, так? Да, всё выплачивается, всё вовремя. Хорошо. Отопление здесь местное, да? Котельное. Предприятие по добыче бокситов в Камыстинском районе остаётся одним из лидеров горнодобывающей промышленности среди стран СНГ. В ходе рабочего визита Акимобласти также посетил предприятие, где ознакомился с объёмами продукции и перспективами развития производства. На сегодняшний день в Кабру работает 2 тысячи горняков наших работников. Средняя зарплата составляет по предприятию 525 тысяч тенге. Если говорить о наших объёмах, основная деятельность – это вскрыша, добыча и отгрузка боксита. Павлодарский алюминиевый завод. Сокращений у нас нет. Дополнительно сейчас мы набираем водителей, 32 водителя. Вот 16 мы набрали, дополнительно ещё 16 набираем. То есть дополнительно рабочие места будут создаваться? Да, да. Сокращений не предусматривается, не будет. Но это самые главные вещи, которые должны с каждым годом. В принципе, мы говорим же, что предприятие работает стабильно, завод, потребитель руды и бокситов, он закупает стабильно продукцию. Продукция востребована на мировом рынке. Полным ходом в районе проходит уборочная кампания. Посевы в этом году составили порядка 300 тысяч гектаров земли. Из них 280 тысяч – это зерновые и зернобобовые культуры. Завершить работы аграрии планируют в течение 10 дней. Старались подъехать, побыстрее под Пондарова. Как дела? Нормально, отлично. Потихонечку косим. Все вопрос решён. Никаких вопросов нет, никаких проблем нет. Единственная проблема – погода нам пожелайте. Погода, Герек, погода. Дизельно решён. Всё с запрестями. В прошлом году сложности с запрестями были, с этими санкциями. Как-то резко же пошло. В этом году адаптировались все поставщики. Всё, с запчастями вопрос решён. Осталось пару комбайнов, сейчас вытопнут. Дизтопливо решён, дизмасса решён. Кадры свои, 20 лет работают. В завершение рабочей поездки глава региона встретился с жителями. Сельчан прежде всего волнует благоустройство как районного центра, так и отдалённых сёл. Большая проблема по воде. То есть не просто с ней проблема, а там заливает. Заливает уже школьный двор. С некоторых домов люди просто уезжают, покупают другие дома, посёлки. Потому что, ну, очень критическая ситуация. И вот сейчас я, как и депутат, знаю, что денег нет. И на 26-й год только у нас планируется там водопровод ремонтировать, и переделать всё. Ну, до 26-го года там затопить всё. Хотя бы, может быть, какой-то частичный ремонт сейчас сделать. Потому что вот болото настоящее у нас там уже появилось. Водоснабжение мы распределить не будем делать. Пока у нас, благодарно, сразу мы не сможем. На следующий год у нас Карабатер, Ливанка стоит, потом Квачкова. По приоритетности, ну, Талдакотер будем смотреть. Вот частично, ну, да, на следующий год мы приступим. Все вопросы сельчан без внимания не останутся, отметил глава региона, отметив при этом темпы развития не только Камыстинского района, но и области в целом. Айжан Коломбаева, Алексей Руденко, телеканал Костанай. В Костанайской области завершили работу по строительству жилья для пострадавших от паводка. Заключительным этапом стало вручение ключей жителям южных районов. Люди стойко пережили все трудности и сегодня отмечают новоселье. В общей сложности в регионе от стихии пострадало 1283 дома, треть из которых не подлежала восстановлению. Южные районы Костанайской области самые первые ощутили на себе всю беспощадность стихии. Большая вода лишила людей жилья, погибло немало скота. Но любовь к родному краю была выше трудностей. Пострадавшие терпеливо ждали, пока строители возведут новые дома. Теперь в селе Колкамыс Жангельдинского района появилась целая улица. Ключи от новостроек люди получают в торжественной обстановке. Паводок разрушил наш старый дом до основания, и он не подлежал восстановлению. Не хватит и тысячи слов, чтобы выразить все те чувства признательности всем-всем, кто не остался без участия к нашей беде. Это дорогого стоит знать, что в своей стране ты под ее надежной защитой. В селе Колкамыс было построено 19 новых комфортных домов. К каждому прилагается земельный участок. Тимирхан Шайбаев еще несколько месяцев назад даже не мог представить, что будет праздновать новоселье. Я очень рад, что нам построили дом. Дом большой, трехкомнатный. Есть участок, мы планируем сажать огород. Все дома были построены в короткие сроки, несмотря на отдаленность населенных пунктов. В общей сложности в Кустанайской области от паводка пострадало 1283 дома, часть из которых не подлежит восстановлению. Наш сельский округ сильно пострадал от паводка. Мы пережили трудные времена. Сейчас все позади. Дома построены. За потерянный скот люди получили компенсацию. В итоге Кустанайская область первая в республике завершила строительство новых домов для пострадавших. На сегодняшний день уже приобретено 315 квартир. Это 100% от необходимого количества. Полностью завершено строительство 153 новых домов для пострадавших от паводка. Большую помощь государству в трудные дни оказал фонд «Казахстан-Халканам». В рамках меморандума им было профинансировано строительство 89 индивидуальных жилых домов. Любовь Облачкина, Лебек Султанов, телеканал Кустанай. Завтра казахстанцы отметят один из главных праздников страны – День Конституции. Действующий документ был принят 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Конституция, основанная на неотъемлемых ценностях свободы, предоставленной каждому гражданину, доказала свою центральную роль в достижениях нашей республики. Об истории создания правового документа и реформах вспомнили на торжественном собрании. Оно состоялось во дворце молодежи Жастар-Сарая. Первая конституция независимой страны была принята в 1993 году. Однако спустя два года она была принята в современной редакции. Принятию основного закона предшествовал длительный подготовительный этап. В частности, был изучен опыт многих зарубежных стран, взятый в основу принципы формирования документов в государстве. Я прямо с такими эмоциями вышла с этого концерта. В общем, я рада, что у нас есть такая возможность посещать такие концерты. Хочу поздравить всех кусанайцев с Днём Конституции, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы наш город процветал, чтобы у нас в Казахстане был мир. Главный документ страны обеспечивает постоянную защиту и поддержку каждого жителя нашей независимой республики. Сегодня в условиях постоянного развития новых технологий и цифровизации нужно осознавать важность законов, которые способствуют формированию светлого будущего Казахстана, отметят на торжественном мероприятии. Очень такой прекрасный концерт, великолепные исполнители, артисты. На такое зрелищное представление, вообще очень довольна, очень рада, что я попала сюда. Поздравляю всех жителей Казахстана, всех с праздником, с Днём Конституции, всем мира, добра, процветания нашему Казахстану. Основной закон выдержал испытания временем и доказал свою жизнеспособность и действенность. Здесь закреплены основные принципы развития общества, а также изложены гарантии, права и обязанности каждого гражданина, соблюдение и реализация которых – главная задача общества и государства. Ульзада Ишуакова, Алексей Руденко, телеканал «Костанай». В областном центре в преддверии Дня Конституции проходят торжественные официальные мероприятия. Костанайцы вспоминают историю создания главного закона страны. Праздничные мероприятия организовали в Костанайском филиале Академии Госуправления при президенте Казахстана. В этом году страна отмечает 29 лет со дня принятия основного закона. В областном центре уже проходят праздничные мероприятия и торжественные встречи. Торжественное собрание сегодня организовали в Академии Государственного управления при президенте Республики Казахстан. В качестве слушателей сегодня у нас выступают члены избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии. Для них было организовано мероприятие в честь дня празднования. Среди слушателей повышать патриотический интерес Конституции, рассказать о наших государственных символах, о необходимости празднования, государственных праздников. Вот это основная цель. Айнур Нахашпаева напомнила об истории создания главного закона страны. В обсуждении проекта участвовали более трёх миллионов граждан. После слушатели приняли участие в викторине под названием «Лучший знаток Конституции». Выше юридическую силу, пожалуйста. Всё верно? Похлопаем коллеги. Конституция Республики Казахстан – основной закон государства и общества. Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Насчитывает 9 разделов и 98 статей. Республика Казахстан, провозгласив себя правовым государством, поставила на первое место человека, который обладает правами, свободой и обязанностями. Академия государственного управления при президенте работает на протяжении 30 лет. Здесь госслужащие проходят обучение и повышают квалификации. По окончанию обучения участникам выдают сертификаты. Сегодня у нас на базе Академии государственной службы заканчивается трёхдневный семинар для членов территориальных избирательных вопросов по теме организации избирательного процесса. Семинар прошёл довольно плодотворно. Были разработаны и отработаны практические кейсы, методические материалы. И члены территориальных комиссий показали, как это им в работе пригодится при организации избирательного процесса. И надеюсь, что те знания, которые они здесь получили, им пригодятся для их дальнейшей работы. Сейчас в Академии проходят обучение по проектному менеджменту, чтобы внедрить систему эффективного использования ресурсов в госаппарат. Госслужащие продолжают обучаться и повышать квалификацию. Айшан Коломбаева, Руслан Джабаев, телеканал «Костанай». День Конституции отметили и в Костанайском районе. В Доме культуры Алтендан провели праздничное мероприятие. Здесь подвели итоги районного этапа конкурса «Мири Леутбаса». Семья, которая сегодня воспитывает пятерых детей, получила ценные подарки. За особый вклад в развитие района наградили и ряд сотрудников разных сфер деятельности. Торжественное мероприятие проходит на площади Аллеи независимости в городе Тобыл. День Конституции имеет особое историческое значение, знаменуя собой развитие государственности, являясь символом независимости и стабильности, отметили на празднике. В Костанайском районе этот день отмечают традиционным торжественным собранием. За 29 лет действия этого документа наше государство все больше и больше и дальше развивается. Большие сегодня показатели по стране мы имеем. Также наш, хоть и небольшой, но очень дружелюбный и трудолюбивый район сегодня наряду с остальными регионами развивается. За, вроде бы, небольшой промежуток времени наше государство сделало большие шаги вперед. В этот день принято подводить итоги. Конституция стала фундаментом для строительства молодого государства. А те, кто трудится не ради славы, а во благо своего края, получают благодарственные письма и грамоты. На праздничном мероприятии подвели итоги районного этапа конкурса «Мирели от Бассе». Из шести заявок членами комиссии было отобрано две семьи. Участники творчески подошли к каждому этапу конкурса. О конкурсе мне рассказала моя супруга. Мы ознакомились с правилами и решили подать заявку. Занять первое место цели для нас не было. Хотелось просто принять участие и, самое главное, показать на своем примере, насколько важно сохранить крепкую семью, сохраняя ценности и традиции. Я очень люблю свою родину, семью и людей, которые меня окружают. В своих детях мы стараемся воспитать достойных граждан и патриотов страны. Я поздравляю всех с праздником и желаю здоровья и процветания. Завершилось торжественное мероприятие традиционным праздничным концертом. Вокальные и танцевальные коллективы, а также артисты Дома культуры Алтын-Дан подарили залу отличное настроение. Виктория Ширнина, Гульзадай Шуакова, Алексей Руденко, телеканал «Кустанай». В честь Дня Конституции Акимат Кустанайской области совместно с оператором сотовой связи запустил новую базовую станцию стандарта 4G в жилом массиве «Ударник» города Кустанай. Ранее жители указанного района жаловались на качество сотовой связи. В «Ударнике» на тот момент отсутствовала вышка. После этого операторам связи «Билайн» принято решение об установке антеннам мачтового сооружения. Между тем, Акиматом области оказано содействие в оперативном решении организационных вопросов. И уже сегодня в жилом массиве «Ударник» состоится запуск базовой станции сотовой связи 4-го поколения. Стоит отметить, что данная работа была проведена в рамках достигнутой договоренности в августе 2023 года между руководством области и компанией «Билайн» по повышению качества сотовой связи в области, в том числе и в городе Кустанай. Хорошо, что в канун праздника Дня Конституции и к началу нового учебного года мы все-таки подключили. Спасибо большое депутатскому корпусу, спасибо большое компании «Билайн». Это все делается в рамках договоренности. Вы знаете, что в прошлом году к нам приезжал руководство компании «Билайн». С Акимом области был заключен меморандум. Была договорена, что компания «Билайн» поэтапно, поэтапно в целом по области будет помогать устранять белые пятна, в том числе и в городе Кустанай. Вы знаете, что село «Ударник», жилой массив «Ударник» тоже в черте города находится. Но, к сожалению, здесь до сегодняшнего дня не было связи. Вчера буквально протестировали. Традиционное августовское совещание представителей образования прошло в Костанайском районе. В ходе мероприятия подвели итоги прошлого учебного года, наметили новые цели в развитии сферы образования в районе, а также наградили заслуженных педагогов. О темпах развития и поставленных целях в сфере образования расскажет моя коллега Гульзада Ишуакова. Ежегодно августовское совещание проходит в городе Тобыл. Здесь собрались все представители образования Кустанайского района. На повестке дня тема развития применения цифровых инноваций в образовательном процессе. Так, к примеру, в пяти школах района функционируют современные и модификационные IT-классы, что позволяет повысить уровень компьютерной грамотности среди школьников. Для качественного обучения важна цифровизация в системе образования Казахстана. На сегодня все объекты образования обеспечены высокоскоростным интернетом. Показатель качества интернета растет с каждым годом. Сумма для увеличения скорости интернета в этом году составила 124 миллиона тенге, что на 74% больше предыдущего. Педагог – это важнейшая звено в процессе формирования нового качества нашей нации. Поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами. В Кустанайском районе трудится более 1700 педагогов и воспитателей. В ходе совещания подвели и итоги прошлого учебного года, озвученные темпы развития и достижения в различных образовательных процессах. К примеру, около 2000 учеников Кустанайского района приняли участие в научных конкурсах и предметных олимпиадах. Из них более 100 заняли призовые места. Плановая работа по увеличению контингента воспитанников и обучающихся на государственном языке позволяет открытию групп во всех государственных детских садах, что на сегодня привело к 50% охвату от общего контингента. В текущем году открыты дополнительные группы в мини-центре с полным днем пребывания в Сочаковской школе, в школе имени Ибрая Алтенсарина. Охват детей на государственном языке в детских садах составляет 71,2%. Увеличение в этом году составило на 24,4%. Для этого проводится работа по открытию частных детских садов. Как уже было сказано, был открыт детский сад Бомбина и ожидается детский сад в Мичурино на 100 мест. После пленарного заседания выдающимся педагогам и деятелям образования в торжественной обстановке вручили медали, нагрудные знаки, почетные грамоты. В числе награжденных Елена Башкова, учитель английского языка Заречной школы-лицей. В профессии педагога она уже более 40 лет и за это время воспитала не одно поколение школьников. Прежде всего, что меня, наверное, радует, это то, что я не разочаровалась в своей профессии. Я также люблю свой английский язык, я также люблю всех своих детей, коллег, потому что это те люди, которые поддерживали меня в моей работе, ну и, конечно же, моя семья. И, наверное, вот с высоты своих 40 лет, будем говорить, я как бы перешагнула две эпохи, да, с 20-го в 21-й век. И я хочу сказать, что вот что отличает учительство на всех этапах, независимо в каком веке мы, наверное, живем, это прежде всего трудолюбие, это желание учиться, самосовершенствование. То есть, вот мы все время учимся, потому что если мы не будем учиться, наши дети не будут достигать тех успехов, которые они имеют. На совещании озвучили и цели на новый учебный год. Главными векторами развития сферы образования района станут применение цифровых инноваций и современные подходы к обучению. Узадай Шуакова, Олег Сытник, телеканал «Костанай». В Костанай подвели итоги областного этапа конкурса «Мири Леотбаса». Победителями стала семья Шукуровых из Лисаковска. Они воспитывают сразу 55 детей. Всего в этом году участие приняли 94 семьи со всего региона. На торжественные церемонии награждения побывали и наши корреспонденты. Национальный конкурс «Мири Леотбаса» уже 11-й год подряд проходит по всей республике. За это время только в Костанайской области в нем приняло участие более 900 семей. В этот раз помимо гран-при учредили 4 номинации. Семья Хасеновых приехали из района Биембета-Майлина. Он государственный служащий, она педагог. Своим детям они прививают патриотизм и уважение к традиционным ценностям. У нас семья необычная из-за того, что у нас приемные дети. Но я считаю, что это нормально. Дети должны видеть детство хорошее, счастливым быть. Именно поэтому мы приняли двух детей в нашу семью. В первую очередь, конечно, это любовь к семье, патриотичность прививаем. И самое главное, я детям всегда говорю, чтобы в жизни они были честными со мной. Это самые такие основные наши семейные честности. Это принципы. В этом году заявки на участие подали 94 семьи. Пришло время подвести итоги. Сертификаты на 500 тысяч тенге получают самая спортивная семья. Семья, соблюдающая традиции, творческая и смелая. Для нас институт семьи, для государства очень важный институт. Государство создает все условия для того, чтобы семейные ценности были сохранены. И основной, как наш составляющий институт, он был превыше всего. Победителем конкурса стала семья Шукуровых из Лисаковска. Рустам и Муазама воспитывают 55 детей. Впервые взять ребенка с детского дома они решили 9 лет назад. Тогда они воспитывали два сына и дочь. С тех пор ежегодно в их доме становилось все оживленней. Сейчас самому маленькому члену семьи всего три года. Старшие дети учатся в колледжах и университетах. Она уже несколько лет идет, мерили от баса. Но так как это семейный конкурс, семейные ценности, мы подумали, мы далеко не самая маленькая семья в стране, мы обязаны просто выступить. Мы прям рады. Почему? Потому что поняли смысл этого самого конкурса. Это чтобы популяризировать семейные ценности, чтобы вообще семью. Сегодня семья Шукуровых не только победители конкурса. Они носят звание самой большой семьи Казахстана. Теперь они поедут защищать честь области на республиканском этапе, который пройдет в столице. Любовь Аблачкина, Диар Ахмечин, телеканал «Костанай». Чистые игры, командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора. На этот раз масштабная уборка прошла на одной из баз отдыха области. Как результат, собрано свыше 250 пакетов мусора. Среди участников – государственные служащие, волонтеры и общественные организации. К соревнованиям присоединились и наши корреспонденты. Экологический проект «Чистые игры», отлично зарекомендовавший себя среди волонтеров, теперь набирает свою популярность еще и среди государственных служащих. Сегодня они также приняли активное участие в соревнованиях. По инициативе и поручению главы государства, действительно, по всей стране проводятся крупномасштабные мероприятия в рамках программы «Таза-Казахстан». Мы представители департамента агентства Республики Казахстан по делам государства, мы по Пустанайской области активнейшим образом участвуем в каждом таком мероприятии. Ранее мы принимали участие и на территории нашего города, на пляже нашего города, по очистке территории и другие виды работы. Сегодня мы, как видите, в лесном массиве, рядом с городом, выехали также принять активное участие с нашими сотрудниками. Все сотрудники принимают без исключения активного участия в уборке территории. Наша цель – это создать комфортные условия для нас, именно для нас, для наших жителей, для населения. Сегодня мы видим, что к этой работе привлечены и не только государственные служащие, но и молодежь, инициативная молодежь, другие представители различных организаций, квадисектора подвиженческих организаций. Масштабное эко-мероприятие объединило всех, кто заботится об окружающей среде. Участникам соревнований подробно объяснили правила игры. После все приступили к уборке. Командам, собравшим рекордный урожай пластика, бумаги, окурков и жестяных баночек, полагались призы. Тем не менее, духа соперничества между командами не возникало. Ведь главное, как отмечают сами участники, дело далеко не в победе. Это командные соревнования по сбору отходов. Территория Грин-парка. Всего участников 200 человек. Это различные организации, государственные организации, волонтерские организации и различные инициативные группы, которые изъявили принять участие. У нас будут команды по 15 человек. Это примерно, получается, у нас 10-12 команд будет по 15 человек. И планируем убрать всю территорию, которая сзади нас находится. В этот раз общими силами было собрано порядка 500 тонн отходов. Представители разных возрастов и профессий единогласно выразили надежду на то, что подобные эко-турниры будут проходить чаще. Айнура Муканова, Рахат Сейдхан, Олег Сытник, телеканал Кустанай. На этом у нас все. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова